Дорожный надзор Дорожный надзор Дорожный надзор Начнем с приятного. 18 июня свой профессиональный праздник отмечают инспекторы дорожного надзора Госавтоинспекции. Кто же такие эти дорожники и что такое дорожный надзор? Давайте разбираться вместе. Есть такие госавтоинспекторы, задачу которых входит следить за порядком на дорогах, но не за водителями и пешеходами, а за самими дорогами. Отдел дорожного надзора Это именно те сотрудники, кто напрямую обеспечивает безопасность всем участникам дорожного движения. Сотрудники дорожного надзора осуществляют государственный надзор в области обеспечения безопасности дорожного движения в частности соблюдения государственных стандартов и иных нормативных документов. При осуществлении ежедневного надзора осуществляется проверка технических средств организации дорожного движения, их установка в соответствии с требованиями государственных национальных стандартов, правильность установки, в том числе соответствия размеров и типов, допустим, дорожных знаков. В обязанности входит контроль именно за техническими средствами организации дорожного движения, это дорожными знаками, светофорами, разметки, искусственными дорожными неровностями, ну и так далее, то есть все, что установлено на автомобильных долгах. В случае выявления несоответствия технических средств организации дорожного движения, установленным требованием сотрудникам дорожного надзора вносятся обязательно для исполнения предписания или представления как владельцам автомобильных дорог, так и юридическим лицам, осуществляющим содержание дорог. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну а теперь к проблемам насущным. Как ни печально, но нетрезвых водителей в нашей республике меньше не становится, а значит и инспекторам ГИБДД есть чем заняться. Останови нетрезвого водителя. Именно так называется профилактическое мероприятие, которое с завидной регулярностью проходит как в нашей республике в целом, так и в ее столице в частности. Десятки инспекторов выходят на дороги для того, чтобы сделать их безопасными. А одной из угроз этой самой безопасности как раз и являются нетрезвые водители. Работа инспекторов ДПС ГИБДД направлена на установление лиц, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения. Здесь и производятся сплошные проверки, производятся поисковые мероприятия в отношении таких водителей. Такого водителя, как правило, видно при движении в потоке. А информация о таких водителях к нам поступает на телефон дежурной части УМВД России по городу Бакану, либо дежурной части ГИБДД города Бакана. И мы оперативно реагируем и задерживаем таких водителей. С начала этого года по вине пьяных водителей уже произошло 24 трагедии, которые унесли жизни 5 человек. Получается, что каждая пятая пьяная ДТП заканчивается смертью. И как ни парадоксально, страдают в таких авариях совсем не виновники. А ни в чем не повинные люди, которые ехали по правилам и чья жизнь оборвалась из-за пьяного лихача. Наша задача максимальное количество лиц убрать с дороги те, которые управляют состоянием опьянения. Дабы не подвергать и самих водителей, которые управляют состоянием опьянения, риску здоровью. И других участников дорожного движения, которые могут пострадать при неграмотном, безответственном управлении нетрезвым водителем транспортным средством. С 2015 года за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения введена уголовная ответственность. И сотни любителей выпить, а потом порулить, уже отбывают свое наказание в местах не столь отдаленных. В этом году суд уже направлено 333 дела по нетрезвым водителям. И это те, кому одного раза не хватило. Те, кто снова и снова садятся за руль под шофе. Когда водитель находится в состоянии опьянения, у него реакция отсутствует. Реакция подвержена изменениям. Он неправильно определяет дистанцию, неправильно анализирует обстановку, которая происходит вокруг данного автомобиля. И вот эти отговорки о том, что я выпил таблетку китарола, или я выпил стакан кефира, или выпил всего один стакан пива, и при этом я отлично себя чувствую, я трезвый. Они ошибочными, они являются преступными и приводят к негативным последствиям. Как показывает статистика, большинство повторников – это мужчины в возрасте от 30 до 40 лет. Казалось бы, уже взрослые люди, но ведь нет. Выпив даже малую дозу алкоголя, у человека меняется сознание, и он может натворить таких делов, что потом и жизни не хватит расхлебывать. Задумайтесь, а стоит ли пятиминутное катание после веселящих напитков чьей-то жизни? За руль можно, только с ясной головой. Ну да, я видел, как он пьяным сел в машину. Я-то при чем? Понимаете, у нас это не принято – жаловаться в полицию. И что, я должен выполнять их работу. То есть я должен звонить. Вам мне больше всего надо, что ли? Ты будешь таким же принципиальным, когда собьют твоего ребенка. Звони 020. Сообщи о пьяном водителе. Действуй. Предотврати трагедию. А совсем недавно свой профессиональный праздник отмечали инспекторы технического надзора госавтоинспекции. И уже по сложившейся традиции давайте вместе разбираться, кто же они такие. В игру вступает отдел технического надзора. Эти полицейские следят за теми, от кого напрямую зависят жизни сотен людей – за водителями автобусов, такси и грузовиков. Технадзор ГИБДД, если описать в двух словах, то это спецназ ГИБДД, который включает огромный кластер работы. В этот кластер входит и надзор за дорожным движением, и контроль за юридическими лицами, а также должностными лицами. Работа с юридическими и должностными лицами у нас проходит в рамках программы профилактики, которая утверждается ежегодно. То есть наша задача не наказать, а предупредить и профилактировать в данном направлении. В этот кластер входит обширная работа с пассажироперевозчиками, потому что очень много людей, тысячи людей пользуются ежедневно общественным транспортом. И наша задача – сохранить их жизнь и здоровье. Профилактику проводим в рамках проведения рейдовых мероприятий. Также организовываем на территории республики республиканские оперативно-профилактические мероприятия. В эти мероприятия включаются не только сотрудники ГИБДД, а еще сотрудники Управления Федеральной налоговой службы по республике Кассия, сотрудники Ространснадзора, сотрудники Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики Кассия. Если водитель, либо участник дорожного движения, внес изменения в конструкцию своего транспортного средства, допустим, поменял двигатель другой модели, либо установил газовое оборудование, ему необходимо обратиться в отдел технического надзора с целью получения разрешения и в дальнейшем получения свидетельства о соответствии конструкции. Похоже, сейчас будет контратака. Он набирает обороты, врывается вперед. Опасный момент! Выход один на один! Иииииии! Он чуть не попадает прямо в девятку, а! Помните, обгон – это не игра. Чтобы дорога была длиною в жизнь, не спешите обгонять. Ну, раз уж зашла речь об автобусах, то стоит отметить, что с сегодняшнего дня в нашей республике начались проверки пассажироперевозчиков для того, чтобы обезопасить пассажиров. Проверки автобусов в нашей республике не редкость. И водители, и пассажиры к этому мероприятию уже привыкли. Инспекторы технического надзора знают все автобусы и всех автобусников наизусть. И не потому, что у них такая память хорошая, а потому, что встречаются и с хорошими, и с нехорошими автобусниками очень часто. Идеальный автобус – это тот автобус, который в абсолютно исправном состоянии и управляемый грамотным водителем. Задача пассажироперевозчиков – выстроить свою деятельность таким образом, чтобы не происходило дорожно-транспортных происшествий, чтобы перевозки были регулярными, своевременными, безопасными. И последнее дорожно-транспортное происшествие, а также происшествие в прошлом году подсказывает, что суть перевозок происшествий складывается из-за того, что водитель быстро начинает трогаться, резко тормозить. И вот это отсутствие плавности и нарушение динамики управления транспортным средством приводит к падению пассажиров в автобусах. И пассажиры в таких ситуациях не всегда оперативно обращаются за медицинской помощью. И мы вынуждены оперативно искать тех водителей автобусов, которые нарушили правила дорожного движения и совершили такое происшествие. Помимо проверок технического состояния автобусов, помимо проверок наличия необходимых документов у водителя от транспортного средства, мы будем проводить и негласные проверки, так называемые скрытые проверки. Будем двигаться на гражданском автомобиле за автобусами и производить видеосъемку передвижения. В процессе будем останавливать такой автобус и задавать вопросы, и осуществлять административные процедуры. Мы еще и контролируем нелегальную деятельность пассажироперевозчиков. Зачастую к нам адресуют вопросы легальные перевозчики, почему мы таким образом не работаем по нелегальным перевозчикам. И эту работу мы также проводим в отношении нелегальных перевозок. Документируем и принимаем меры административного воздействия к таким перевозкам. Но кроме того, вообще задача по пассажироперевозчикам является одной из основных и приоритетных в нашей деятельности. Наряду и с аварийностью детской аварийностью, Наряду с управлением активной нашей деятельностью по предупреждению фактов управления в состоянии опьянения нашей деятельности по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Одной из приоритетных задач является и контроль за пассажироперевозчиками. И в части грамотной выстроенной деятельности по осуществлению перевозки пассажиров. И мы такую работу по контролю над пассажироперевозчиками постоянно проводим. Не только в период проведения оперативно-профилактических мероприятий, но и в повседневной деятельности мы уделяем этому вопросу серьезное внимание. Проверки будут проходить часто и скрупулезно. Ведь на кону жизнь и здоровье пассажиров, которые доверились водителю, искренне надеясь на его порядочность. А вот порядочный водитель автобуса или нет, как раз и выясняют инспекторы ГИБДД. И поверьте, нарушители будут наказаны. На сегодня это все. Пишите нам в Facebook и ВКонтакте. Задавайте умные вопросы, получайте умные ответы. Читайте нас в Твиттере и подписывайтесь на нас в Инстаграм. Соблюдайте правила дорожного движения и до встречи на дорогах.